Ребят, всем привет, с вами как всегда Джампу Макс и в этом видео мы с вами затронем тему цены, а также возможную дату выхода новой консоли Xbox Series X. Поговорим о возможной цене, о возможной дате выхода, ну а также обсудим слухи, которые уходят вокруг этих консолей. В общем, советую ролик смотреть до конца, чтобы узнать абсолютно все интересности. Но перед тем, как мы начнем, для тех, кто собирался или присматривался оформить кредитную карту Тинькофф Платинум, советую это сделать по моему промокоду, ну а также по моей ссылке. При помощи нее после активации карты, если вы в течение 30 дней потратите 5000 рублей, то вам кэшбэком вернется целых 2000. Очень важно, данный кэшбэк вернется вам только если вы оформите именно по моей ссылке и по моему промокоду. Ссылку на оформление карты, промокод и на прочие преимущества данной карты я оставлю в описании. Поэтому, если вас заинтересовала данная карта, то используй мою ссылку, промокод и получай кэшбэк. И давайте начнем. Начнем с того, что на сегодняшний день мы все еще не знаем официальной цены, поскольку компании очень сильно боятся в этом плане друг друга. Цена это почти самый главный фактор выбора той или иной консоли, поскольку чаще всего берут то, что доступнее. Вспоминая восьмое поколение, цены были очень различимы между собой. Так как майки пошли на очень странный ход продавать Xbox One вместе с Кинектом, для которого перестали делать контент и в принципе который повышал стоимость. А плойка в то время была по вкусной цене, а также показывала производительность лучше, чем конкурент. В нынешнее время компании по сути учли свои ошибки, но кто-то видимо встал на грабли конкурента. Поговорю, что ситуация следующая. Несмотря на то, что PlayStation 5 будет иметь инновационный SSD-шник, для разработчиков мультиплаформы, к сожалению, ее железо в общем приносит некие неудобства. Тот же новый Resident Evil на PlayStation 5 говорят, что он будет идти в 1080p и если там будет 4К, то оно будет ненастоящим. То есть в плане производительности у PlayStation 5 есть некие проблемы, что нельзя сказать о Xbox Series X. В последнее время, если честно, всплывает очень много информации о том, что Xbox Series X показывает результаты намного лучше, чем PlayStation 5 в плане разрешения, ну а также использования технологии торсировки лучей. Не, в натуре класс. Заебись. Четко. С этими же слухами появляется информация о том, что PlayStation 5, несмотря на свою мощь, будет стоить дороже, чем Xbox Series X. Вот это поворот. И тут, ребята, по сути, те же грабли, что у Xbox One, только у PlayStation 5. Цена выше, а производительность может быть ниже, чем у конкурента, который, кстати, по слухам, будет опять же стоить дешевле. За цену компания очень сильно переживает, так как если будет разница большая, то, в принципе, на старте это будет маленький проигрыш. Даже если цена будет одинаковой, многие, скорее всего, могут склониться опять же к сторону мощи, ибо куда ни посмотри, все считают терафлопсы. Лично я по этому поводу вообще не парюсь, поскольку мне всегда важен конечный результат и как выглядит картинка в целом. И если в новом поколении разница будет как небо и земля, да, это будет плюс. Но если будет разница как у PlayStation 4 и у Xbox One, то как-то фиолетово. Поэтому лично мне нет смысла считать сколько терафлопс, думать о том, насколько разогнан процессор, и вообще мощь консоли я приравниваю больше к маркетингу. Так как цифры мощь это не про консоли, это про ПК, которые ты можешь собрать под свои требования, а потом считать эти цифры. Консоли больше про комфорт, поскольку ты их купил и играешь, и не паришься, что у тебя внутри, поскольку любая игра потянет. А вообще предлагаю вам в комментариях написать, нужна ли вам мощь в консолях. Если да, то напишите, мощь нужна, если нет, то мощь не нужна. Что касаемо цены Xbox Series X, той новости, после которой я и решил записывать это видео. На днях появилась новость, кстати, если вы хотите быть в курсе всех актуальных новостей, то советую подписаться на нашу группу ВКонтакте, ну а также на мой инстаграм, ссылку оставлю в описании. Новость гласит о том, что Xbox Series X будет стоить 600 баксов. Если что, по нынешнему курсу это почти 44 тысячи рублей. Данная информация была взята из условий акции энергетика, который и будет разыгрывать эту консоль. Условия акции дали понять, что приз стоит 600 баксов. И здесь, в принципе, звезды сошлись. Да, в самой новости указано, что консоль будет стоить 549 баксов, поскольку там не будет Halo Infinite, которая планировалась выйти на старте. Но, по моему мнению, данная игра не понижает ценник консоли, ну а также его не повышает. Плюс они без проблем могут обыграть ситуацию и в этот комплект положить код на предзаказ этой игры, что, в принципе, оставит ценник такой же. Ценник, я скажу, более чем правдоподобный, поскольку это новые поколения, это та самая мощь и все дела. Плюс, в принципе, я и рассчитывал на такой ценник, но не спешите радоваться. В России данный Xbox будет стоить намного дороже. Твою мать! Ибо, если вспомнить, когда выходил Xbox One X, он стоил во всем мире 400 баксов. В России же у нас он стоил 40 тысяч, что немножко не то. В данном случае я ставлю на то, что новые консоли у нас будут продавать все-таки за 50 тысяч, а то и больше. Многие после такого ценника могут сказать, блин, нифига себе, ценник капец какой он завышен, тогда нахер нужны новые консоли. И тут, если честно, мне непонятна позиция. Поэтому предлагаю вам, если вы тоже думаете, что цена как-то завышена, напишите в комментариях, почему цена должна быть меньше. Ну, а также напишите, какая по-вашему цена должна быть на новых консолях. Просто в этой теме очень много интересных. В то же время они хотят много мощи, много Терафлопс, а в то же время они не хотят покупать новую консоль больше, чем за 40 тысяч. Ребят, так не работает, и сейчас объясню почему. Возвращаемся к восьмому поколению, именно к Xbox One X, когда он стоил 40 тысяч рублей. Если что, сейчас он стоит где-то в районе 33-37 тысяч. Держим эту цифру в голове и задаемся простым вопросом. Логично ли майкам ставить на новую консоль, которая во много раз мощнее, такую же цену, 40 тысяч или ниже? Как по мне, это бред. При этом все, вспомните, что был год коронавируса, что были лишние издержки, что курс растет, и при этом вы надеетесь, что консоль будет совсем даром? Ну, я бы не стал так надеяться. Единственный шанс на очень вкусную цену остается у Xbox Series S, который недавно подтвердили. Если вам интересна данная информация, то можете глянуть недавний видеоролик. Если что, данная консоль, по слухам, будет бюджетной для нового поколения, и поговорят, что из комплекта могут вообще убрать геймпад. Ну, чтобы сократить издержки. И знаете, как по мне, это клевый ход снизить цену, поскольку старые геймпады можно будет без проблем подключить к новой консоли и играть. То есть, если у вас есть Xbox One, вы купили Xbox Series S без геймпада, дешевле, и играть при помощи старого геймпада. А мои ставки на цену данной консоли, скорее всего, упадут больше на... где-то 40 тысяч, на цену Xbox One X. При всей этой ситуации, обращаю ваше внимание, что это новое поколение, которое в разы мощнее, что затратнее для компании. Опять же, я могу не угадать с ценниками, это лишь мое мнение, но как по мне, оно обоснованное и логичное. Повторяюсь, это не официальная информация, и доверять ей или не доверять, это ваше право. Что касаемо Xbox Series X, майки уже подтвердили, что он выйдет в ноябре, но вопрос скроется в том, в начале или в конце. И тут всплывает новость о том, что при помощи коробки, в которой якобы привезли новые геймпады, есть дата, не открывайте, до 6 ноября. Что, в принципе, намекает нам о том, что новая консоль выйдет именно 6 числа. Кстати, Xbox One X вышел 7 ноября, что, в принципе, может быть это и правда. Опять же, это все слухи, которые могут оказаться правдой, могут оказаться неправдой. В любом случае, ждем официальной информации, надеемся, что она будет очень скоро, ну а также очень надеемся, что в России консоль выйдет вместе со всем миром в один день. На этом у меня, в принципе, все. Такой вот видос, если он вам понравился, ставь лайк, подписывайся на канал, ну а также не забывай писать свое мнение в комментариях. Большое спасибо за просмотр, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok